Смотрите, что мы сделали в прошлый раз? Мы мосты нашли все в графе и не сделали проточку сочинения. Давайте я тогда вкратце напомню, что мы сделали с мостами и доделаем долг с прошлого раза. Значит, что мы ввели? Мы ввели для... Ну, во-первых, мы говорим, что у нас граф неориентированный, и поэтому наш ДФС работает так, что все ребра делятся на два класса. Древесные, те, по которым мы проходим в ДФС, вот прям из В в ту запускаемся рекурсивно ДФС, переходя по ребру, и все остальные. Вот все остальные будут обратными у нас. То есть картинка всегда будет какая-то такая. Вот это древесные ребра, те, по которым наш ДФС шел, и, соответственно, все остальные, они только из потомков предка. Вот какие-то такие ребра. Такие, такие, ну и так далее. Да, то есть из более низких в более высокие на том же самом пути до корня. И мы ввели... Значит, если ТИН, это, как всегда, время входа, то мы говорим, что ретерн от В это минимум из следующих штук. Во-первых, там есть ТИН. Во-вторых, это минимум ТИНов по всем У таким, что из В можно спуститься по древесным ребрам в W в какую-то, и потом из W один раз сделать прыжок в У по обратному ребру. Вот. Ну, определение ретерн напомню. То есть мы можем спуститься в поддерево, возможно, остаться на месте, то есть, возможно, W-S-В совпадает, и сделать один прыжок по обратному ребру, пытаясь минимизировать вот этот ТИН. И минимум ТИНа от У соответствует тому, что мы прыгаем как можно выше, потому что чем выше вершина, тем меньше у него время входа, тем раньше мы ее нашли в ДФС. Вот, хорошо. И мы поняли, ну давайте я уже не буду писать условия про мост, мы поняли условия, точнее критерий того, что древесное ребро является мостом. Все недревесные ребра не могут быть мостами, очевидно, потому что их удаление не удаляет вот, собственно, этот самый остов, да, те ребра, которые обеспечивают связанность. А для всех ребер отсюда, те, которые со стрелочками здесь, для древесных ребер мы знаем критерий того, что не мост. Значит, теперь давайте поймем критерий того, что вершина является точкой осчленения. И мы всюду сейчас предпогаем, что уже связанный, конечно. Ну или там работаем в одной компоненте связанности графа, то считаем, что он связанный. Значит, вот пусть есть вершина В. Из нее торчит какое-то древесное ребро в ТУ. Так вот, зачастую, если выполняется вот такое вот неравенство, что ретерн от ТУ больше либо равно ТИ на ТВ, тогда В это точка осчленения. Я буду писать Т.С точка, точка осчленения. Вот, ну почему это так? Почему это интуитивно так сначала? Значит, что означает это неравенство? Это значит, что начав в ТУ и спускаясь как-то вниз, потом прыгая наверх, лучшее, чего мы можем добиться, это вернуться в В. То есть как-то вот так вниз спустились и потом прыгнули в В. Никуда выше мы прыгнуть не можем. Поэтому, если В мы удалим из графа, а я напоминаю, что точка осчленения берется как та вершина удаления, которая делает граф менее связанным, увеличивает число компонент связанности. Тогда я из ТУ могу только вниз спускаться, а наверх вот сюда уже не могу добраться, потому что эта вершина удалена. Ну и, соответственно, в более высокие вершины, если они в принципе существуют, то есть если, скажем, у В есть родитель, то до этого родителя я никак не доберусь. Потому что я могу только спуститься в поддерево ТУ и прыгать по обратным ребрам, но обратное ребро у меня есть только вот сюда. Да, никуда выше я попасть не могу. Так что, ну скажем так, если у В есть родитель в моем вот этом дереве обхода ДФС, то это условие гарантированно означает, что В это точка осчленения. Давайте подпишем, это верно. Если у В есть родитель, то есть В не корень, ну не корень вот этого нашего дерева ДФС, то есть не из вершины В впервые запущен ДФС. Вот. Хорошо. Теперь надо понять, что делать с корнем. Ну, нет, сейчас. Это понятно, что это неравенство выполняется тогда в В точке осчленения. Почему наоборот, да? Почему если в точке осчленения, то есть хотя бы один ребенок с таким неравенством? Ну пусть наоборот, пусть В точка осчленения. Пусть наоборот. В это точка осчленения, причем она не корень. Что тогда значит, что это точка осчленения? Это означает, что ее удаление делает граф несвязным. Да, но раз у нее есть, раз это В это не корень, то есть какой-то родитель у нее и какие-то дети в дереве обхода. Но значит, что ее удаление делает так, что хотя бы какие-то две из этих компонентов, вот эти вот под деревья, и это одно над дерево, хотя бы какие-то два из них будут недостижимы друг из друга. То есть, возможно, ну там, возможно, как-то вот эти вот будут объединяться, да, или там отсюда будет путь сюда, но главное, что какие-то два под дерево, какие-то две компоненты будут недостижимы друг из друга. Так, сейчас сообразим. Почему, если В это точка осчленения, то такое неравенство хотя бы для одного сына должно выполняться? Ну пусть не так. Пусть вот это неравенство не выполняется ни для одного сына. То есть для любого сына в дереве обхода у меня выполняется противоположное. Return to, чего? Меньше, чем 3 над В. Тогда это значит, что из каждого вот этого под дерево я могу перепрыгнуть в над дерево. Ну, значит, это никакая не точка осчленения, потому что из каждого под дерево я могу прыгнуть сюда, отсюда сюда, отсюда сюда и отсюда сюда. Значит, у меня попарно все эти компоненты будут связаны. Да, потому что из каждого под дерево я могу прыгнуть вверх, ну и, значит, обратно отсюда я могу прыгнуть в любое другое под дерево, опять-таки, потому что есть такое ребро. Окей? Если v была точка сочленения, то выполнение вот таких неравенств для всех детей невозможно Потому что тогда на самом деле все они лежат в одной большой компоненте после удаления v Мы разобрали случай, когда v не корень Случай, когда v корень, проще v точка сочленения, если и только если у v есть хотя бы два сына в дереве обхода DFS Ну или что то же самое, есть хотя бы два древесных ребра, которые исходят из корня v исходит в хотя бы два древесных ребра Ну давайте справа налево, например, докажем Еще вот пусть у вершинки v есть хотя бы два сына в дереве обхода То есть мы сначала пошли куда-то, обошли там все, что могли Рекурсия закончилась, мы поднялись в v Пошли во второго сына, там тоже все обошли Как-то рекурсия закончилась, вернулась в v Ну возможно еще и здесь Но тогда между вот этими вот кусочками, между этими поддеревьями точно нет ребер Да, потому что если было какое-то такое ребро То они бы на самом деле были отнесены в одно поддерево Скажем, начав вот здесь, мы бы должны были пройтись и по этому ребру И второе поддерево тоже посетили бы Значит между ними ребер нету Ну как всегда, да, вот таких перекрестных ребер между поддеревьями у нас нету Значит после удаления v все поддеревья станут независимыми компонентами связности Между которыми не будет путей Потому что единственная надежда между ними как-то телепортироваться Это подняться куда-то выше и потом вот так спуститься Да, но выше у нас ничего нет, поэтому они останутся независимыми Обратно Значит пусть v это точка сочленения, тогда есть хотя бы два ребенка Ну пусть не так Пусть всего один сын То есть вот есть v Есть одно ребро, как такое, что мы по нему прошли А потом все обошли И больше мы из v ребер никаких не нашли Ну то есть там есть какие-то еще ребра из v, конечно, да Но они уже ведут в уже посещенные вершины И, соответственно, мы их игнорируем Мы по ним не идем, они уже не древесные Ну значит Значит удаление v оставляет это поддерево связанной компонентой Больше здесь ничего не будет Просто v корень Ну как бы представьте себе, что v это лист Вот такая вершина степени 1 Которая соединена с какой-то компонентой И удалили этот лист Ну понятно тогда, что связан здесь не нарушилось Ну, конечно, здесь еще возможно были ребра Но на связанность этого куска это не влияет Вот, все Мы поняли, как проверить, что вершина является сочкой исчленения Значит, давайте еще раз резюмируем Что если вершина корень, то надо просто проверить, что хотя бы два сына у него есть В нашем дереве обхода А если не корень, то нужно узнать, есть ли хотя бы один сын вот с таким вот неравенством Есть ли вершины v сын ту Такой, что вот эта вот штука Вот, ну давайте быстренько набросаем код Заодно вспомним, как мы насчитываем всякие вот эти вот ретерны и таины Значит, это мы уже писали раньше Как мы вводим времена входа и чем мы изначально инициализируем ретерн для вершинки Теперь перебираем все ребра Точнее, перебираем вершины, смежные с v Как всегда, они у нас лежат вот в этом вот списке в векторе g от v Тут есть три случая Если ту совпадает с родителем, то это ребро нужно вообще игнорировать Делаем continue То есть это ребро, по которому мы пришли в текущую вершину Оно на самом деле как бы уже просмотрено, его нужно игнорировать Иначе, если ту посещена Да, я здесь забыл еще написать used at v равно true Давайте здесь вклиним Зашли в вершину, пометили ее посещенной Значит, если used at to Тогда надо обновить ретерн Ну, я пока ничего нового не пишу, это было все в прошлый раз Значит, ретерн это минимум из того, что там уже лежало И tein at to Потому что мы теперь нашли какое-то ребро Ну, там, в лучшем случае в какого-то предка Да, вот там из v есть ребро куда-то наверх в ту Ну, либо это какой-то потомок, но тогда вообще ничего страшного Мы можем так обновиться, ничего не сломается Так Иначе Мы нашли какую-то новую интересную вершину Запускаемся от нее DFS Значит, случай первый Если вы это не корень То есть, ну, здесь зависит от того, как вы ваш DFS пишете Ну, я, например, сделаю, что если p не равно минус единице Да, и вот здесь вот можно по умолчанию задать значение минус один Мы вроде так уже делали Если стоит написать минус один значение по умолчанию То тогда не минус единица значит, что ваш вершин не предок Так вот, если мы не предок И выполняется вот то самое неравенство Return at to Больше либо равно ты in at v Тогда v это точка сочленения Ну, ее надо там как-то пометить Словно, вы храните булевский массив Для каждой вершины запоминаете флажок точка сочленения это или нет Изначально все нет точки сочленения Потом помечаете точками сочленения Вот, иначе, если это корень Нужно было посчитать, сколько раз вы вошли вот сюда Сколько раз вы нашли ребенка у v Да, код на доске, конечно, неприятен тем, что его тяжело редактировать Ну, ничего Значит, нам нужно еще ввести некий счетчик Сколько раз, в общем, сколько мы детей нашли Давайте я его тоже сюда вклиню Перед циклом Это то, сколько детей мы нашли Вот, и каждый раз, когда мы нашли ребенка То есть, когда запустились рекурсивно в Секунду Так, когда запустились рекурсивно в ту Мы сделаем плюс-плюс кнт То есть, мы увеличим количество детей в нашей вершинке v Вот, ну и, значит, иначе, если v это был корень Если кнт хотя бы два То есть, мы нашли хотя бы второго сына уже Тогда надо пометить, что v это точка сочленения Вот, вроде все Так, вопросы есть какие-нибудь? Ну, просто мы вот закодили, собственно, те условия Немножко, извините, сумбурно, что вот здесь вот две штуки пришлось вставлять Ну, я вот обычно, типа, когда я пишу этот код Я сначала, не знаю, пишу основную логику Потом, когда понимаю, что мне нужно ввести счетчик кнт Ну, я, типа, вот здесь вставляю пустую строчку Ну, там, короче, в коде просто вставляю нужную мне вещь, как бы Не то, что я запомнил всю последовательность операции, которая мне нужна Вот просто по ходу понимаю Ага, мне нужно было посчитать, какой это сын по номеру Ну, значит, я ввожу количество этих сыновей И каждый раз, когда нахожу новую, увеличиваю это количество Вот Хорошо А, ну все, отлично, мы с вами уже нашли все мосты и точки шленения В общем, это уже замечательно Значит, я повторю, что мосты и точки шленения Это такие ребра и вершины, удаление которых увеличивает число коммонент связности Давайте тогда, наверное, поговорим про двусвязность Вот, значит, мы поняли, что есть какие-то ребра и вершины, которые такие критические, да, что их удаление увеличивает, ну, как бы, разрушает связность графа Увеличивает число компонент связности Вот, а есть такие, ну, графы, у которых, соответственно, нет мостов и нет точек сочленения Они будут называться двусвязными в том смысле, что они, как бы, ну вот, связаны не один раз, а два раза Что даже если вы, там, какой-то путь сломаете, какое-то ребро удалите, то у вас все равно есть, ну, там, есть связанность между всеми вершинами Давай сначала реберную связность определим Значит, вершины U и V Реберно-двусвязные Если между ними есть два реберно-непересекающихся пути Реберно-непересекающихся Пути Например Ну, например Вот такая картинка Значит, я нарисую два треугольника зацепленных Мне кажется, мы уже такую картинку рисовали неоднократно Вот, тогда между вершинками 1 и 2 Есть два реберно-непересекающихся пути Вот один Вот второй У них есть общая вершина Но ребер общих нету Вот, ну, соответственно, тогда они лежат в этом отношении и являются реберно-двусвязными Утверждение Отношение реберной двусвязности является отношением эквивалентности Отношение реберной двусвязности является отношением эквивалентности Доказательства Как всегда В три шага Значит, нам нужна рефлексивность, симметричность, транзитивность Рефлексивность Ну, вроде понятно Из каждой вершины У Да, можно построить два пути в себя Это просто стоять на месте Да, то есть путь это просто одна вершина У Это два, ну, как бы, они не то что разные Но это два пути Каждая из которых соединяет У с У И у них нет общих ребер, потому что у них в принципе нет ребер Поэтому каждая вершина Реберная двусвязанная сама с собой Да, есть рефлексивность Ну, я так, напишу У Лежит в отношении Р сама с собой Где Р это вот наше отношение двусвязности Реберная двусвязанность Значит, Б, симметричность очевидна Да, что если У, Р, В То В, Р, У Ну, это прямо очевидно из определения У нас определение симметрично Что между ними есть Реберная не пересекающаяся пути Значит, и между ними тоже есть Да, это Поскольку у нас граф неориентированный И определение симметричное То здесь никаких проблем нет Вот, с транзитивностью поприкольнее Значит, мы знаем, допустим, что У, Р, В, и В, Р, У То есть В, Р, В, мы хотим показать Что У, Р, В То есть, если У и В Реберные двусвязаны В, В, В двусвязаны Тогда У, В тоже двусвязаны Давайте докажем Картинку нарисую Вот, увы Есть какие-то два Реберные не пересекающие пути Между ними Ну Вот так уж нарисую Вот такой путь И вот такой путь Например, да Никто не говорит, что они обязательно Не пересекаются по вершинам У них могут быть общие вершины Но ребер общих нет Вот есть такая картинка И есть картинка, значит От В до В Два пути Я их пока не буду изображать Но они могут Как угодно вообще здесь располагаться Да, проблема В том, что у нас может быть Очень много пересечений Между этим путем Ну, то есть, между путем От В до В И вот тем, что мы уже нарисовали И даже могут быть здесь Какие-то куски Вот такие пути общие быть Здесь могут быть общие ребра И поэтому Просто так объединить их Не получится То есть, нельзя сказать Ну, давайте соединим путь От У до В От В до В Ну, и там еще второй путь От У до В И от В до В Потому что Они могут сильно пересекаться По ребрам Ну, просто мы возьмем Какой-нибудь вот Путь от В до В Вот такой Плохой какой-нибудь Сюда И потом большая часть пути Берется И до В доходит Да, то есть Здесь будут общие ребра Мы такого не хотим По определению У нас такое запрещено Вот Поэтому надо Чуть похитрее Ну, давайте сделаем так Значит, пусть С Это множество ребер Вот тут нарисованных Множество ребер Вот здесь Ну, то есть Это те ребра Которые задействуются В определении Реберной двусвязанности Между У и В Да, то есть Это два пути Между У и В Между У и В Пусть П1, П2 Это два пути От W до В Ну да Из определения Двусвязанности В и W Пути между В и W Ну, причем У них нет общих ребер Из определения Реберной двусвязанности Тогда сделаем Следующий трюк Рассмотрим Так, секунду Я хочу от От W до В Извините Значит, между W и В Я хочу, чтобы они начинались В W Давайте рассмотрим Тогда первую вершину На обоих путях Первые вершины На обоих путях Которые принадлежат Циклу вот этому С Множество ребер С Ну, точнее Не множество ребер, да Скорее А Множество вершин скорее Ну, множество ребер и вершин Потому что Все равно В общем Эта картинка Это, по сути, цикл Реберно-простой Который содержит Обе вершины У и В Как-то вот так вот он выглядит Ну, здесь понятно Что все определяется И вершинами, и ребрами Поэтому как бы С можно считать, что это просто граф Не просто множество ребер, а граф Вот такой цикл между У и В Значит, рассмотрим тогда Первую вершину на обоих путях Первые Е вершины на обоих путях Которые лежат на С То есть как-то вот так Берем первую вершину на П1 Это, скажем, не знаю Ко-1 пусть будет вершинка Ко-1 И на П2 Тоже берем вершину Ко-2 Сейчас напишем это Пусть куитая Это первая вершина на П1 На пути П1 Лежащая в цикле С Лежащая на С Вот Ну то есть На остатках путей От W до Q1 И от W до Q2 Нет никаких других Ни вершин, ни ребер С Поэтому вот эти кусочки Уже точно не пересекаются С С И между собой тоже не пересекаются Вот Ну а тогда все дальше просто Надо просто взять Ну там нужные пути Скажем, из Q1 до У И из Q2 до В Или наоборот Из Q1 до В И из Q2 до У Потому что картинка сейчас стала такая У вас есть некий цикл Давайте я его разверну Есть некий цикл На котором Две засечки есть УВ И еще две засечки Q1, Q2 Но тогда не важно Как они располагаются Пусть даже вот Вот так они как-то располагаются Вы все равно можете От одной из Q От одной из Q этих Добраться до У А из другой до Q2 Причем эти два пути Не будут пересекаться Вот Значит картинка будет Либо такая То есть когда они на Как это В одной дуге лежат Оттуда В Либо в разных Тогда можно действовать Как угодно Можно пойти вот так Вот и вот так Например Вот Ну и поскольку мы взяли Q1, Q2 Как первые вершины На путях Лежащие в цикле Лежащие в цикле То здесь не будет никаких Пресечений Потому что Вот эти кусочки пути Как я уже сказал Они точно Ничем не пересекаются Да Потому что здесь нет Никаких других вершин Из цикла Ну а потом мы берем Какие-то другие ребра Из цикла С Вот из тех двух путей От У до В Так Чего-чего-чего А пардон Мне же нужно до У дойти То есть тут на самом деле Вот так нужно будет сделать Я же до У ищу путь Да Ну а здесь вот так Надо продлить немножко Нет-нет-нет Секунду Сори Секунду Вторая картинка Неудачно получилось То есть вот было В Вот было Ку-2 Нам нужно вот так Нам нужно же до У дойти Да Сори Добрый день Вот Хорошо Значит Что мы получили Мы получили Что от W Можно добраться до цикла К вершинкам Ку-1, Ку-2 И потом из Ку-1, Ку-2 Ну там Нужным образом Добраться до У Мы же хотим Показать Что из W Есть два пути в У Ну собственно вот доказали Сначала доходим до Ку-1, Ку-2 Потом По этому циклу С Движемся В разных направлениях до У Вот победа Соответственно эти кусочки Там от Ку-1 до У и от Ку-2 до У Не будут пересекаться Потому что это можно сделать на цикле А те куски Куски путей П-1, Ку-1, Ку-2 тоже ни с кем не пересекаются Потому что Ку-1, Ку-2 Первая вершина на цикле Из этих путей Вот Вроде все Значит Есть пути От W до У Есть Два Реберные Не пересекающиеся пути От W до У От W до У Вот Хорошо Ну собственно То что мы хотели Мы доказали что Между У и W Есть отношения Можно поставить значок отношения Отлично Ну тогда давайте поймем Как можно выделить Ну да Что отсюда следует Отсюда следует Что Весь граф распадается на Компоненты Ребернодосвязанности То есть на Вот Как это Классы эквивалентности По этому отношению И внутри одного класса Все вершины будут попарно Ребернодосвязаны А вершины между Разными классами Будут наоборот Попарно Не ребернодосвязаны Тогда давайте поймем Как выделить Эти компоненты Выделение Компонент Ребернодосвязанности Ну то есть по сути Выделение Классов эквивалентности По введенному отношению Алгоритм будет очень простой Давайте мы найдем В графе все мосты Удалим их И все что теперь Будет компонентами Связанности В новом графе В графе без мостов Будут соответствовать Однозначно Ну просто будут соответствовать Компонентам Ребернодосвязанности В исходном графе Давайте так напишу Компоненты связанности Обычной связанности Да не двусвязанности А обычной связанности В Ж Минус мосты Соответствуют Компонентам Ребернодосвязанности То есть мы делаем следующее Мы находим в графе Все мосты Удаляем их Все распадается На какие-то компоненты И вот эти компоненты Связанности И будут компонентами Ребернодосвязанности В исходном графе Ж И картинка будет Какая-то такая Давайте вот так нарисую Что-нибудь вот такое Вот я в графе Ж нашел какие-то мосты Скажем вот эти 4 штуки Да вот эти вот ребра Это мосты Потом я их когда удалил У меня граф распался На несколько компонент связанности В этом случае на 5 И каждый из этих компонентов Будет компонентом Ребернодосвязанности В исходном графе Вот Значит надо доказать Что Когда мы удаляем все мосты И рассматриваем Какое-то Какое-то множество вершин Попарно Просто достижимых Друг из друга То на самом деле Это компоненты Ребернодосвязанности То есть что между ними Не просто есть путь Но есть два Не пересекающихся По ребрам пути Значит это алгоритм Да просто удаляем все мосты И выделяем Компоненты связанности Теперь доказательства Почему этот алгоритм корректный Почему он действительно Посчитает Ну Все Все как нужно Корректность Ну понятно что если на пути между какими-то двумя вершинами Есть мост Скажем вот отсюда сюда На пути между ними Есть мост То понятно что эти вершины Придется Отнести к разным компонентам Ребернодосвязанности Просто потому что удаление этого моста Делает граф несвязанным И соответственно пропадает путь между ними Но никакого другого пути между ними быть не может Потому что тогда это было бы не мостом То есть наличие пути Извините Наличие моста на пути между ребрами Автоматически означает Что это уже как минимум Разные компоненты Ребернодосвязанности Давайте это зафиксируем Если на пути Между У и В Есть мост То у и В Не ребернодосвязаны Вот хорошо Значит мы поняли Что когда мы удаляем мосты У меня Ну вот Новые компоненты связанности Это Ну то есть Если вершины в разных компонентах связанности В новом графе То они в разных компонентах Ребернодосвязанности В исходном графе Теперь надо показать Что если они в одной компоненте В новом графе То они в одной компоненте В старом графе Вот значит Мы оставляем одну компоненту Ребернодосвязанности В новом графе Ж без мостов Доказываем Что это компоненты Ребернодосвязанности Во всем графе Почему это так? Покажем следующее, что если ребро V2 не мост, давайте скажем древесное ребро, древесное не мост, то V и 2 ребер надо связаны. Так, что значит, что это древесное ребро? Значит, что мы, когда наш DFS находился в V, мы перешли в 2, да, и это был наш, ну, в общем, первый раз, когда мы 2 заметили. Раз это не мост, то выполняется следующее неравенство. Например, return от 2, ну, чего, видимо, меньше либо равно 3 над V. Ну, то есть это мост, если только если return от 2 больше либо равно 3 над 2, да, то есть мы не можем выбраться из вот этого вот поддерева как бы. Ну, а если это мост, то return строго меньше, чем ты над 2, ну, а return может вести только вот в какой-то, в какие-то вершины на вот этом пути, от корня до 2 на таком вот сером пути. Значит, ну, короче, выполняется вот такое неравенство, то есть мы можем прыгнуть в V или даже еще куда-то выше. V или еще куда-то выше. Ну, тогда между V и 2, очевидно, есть два ребра, не пересекающиеся пути. Можно взять вот этот путь, одно ребро, и можно взять такой путь. Из 2 спускаемся туда, вот в такую вершину W, что из нее есть какой-то прыжок вверх, в U. И потом из этого U спускаемся до V. Давайте я это уже писать не буду. Я хочу показать, что между ними есть два ребра, не пересекающиеся пути. Показываю. Вот один путь из V до 2 просто одно ребро. Второй путь от 2 до V давайте построим. Ну, мы знаем, что есть вот такое неравенство. Это значит, что из 2 можно куда-то спуститься в поддерево, потом один раз прыгнуть и потом спуститься обратно вниз, что мы попадем в V. Значит, вот вам, пожалуйста, еще один путь, который не задействует это ребро, такой, что, ну, собственно, да, это просто путь из 2 в V. Ну, значит, мы доказали, что между ними есть два хороших пути. Поэтому, если какое-то ребро мы не удалили, какое-то ребро в 2 мы не удалили, то мы связываем вершинки из одной компоненты реберной двусвязности. Вот, ну, собственно, ровно это мы тогда и делаем. Если мы какие-то ребра здесь не удаляли, то мы должны их все отнести в одну компоненту реберной двусвязности. Поэтому всю компоненту обычной связности, просто компоненту связности в этом графе, нужно сказать, что это одна большая компонента реберной двусвязности в исходном графе. Здесь будет несколько компонент Каждая из них своя компонент Ребернодосвязанности Собственно мы их все выделили Вот Хорошо Давайте еще следующее простое замечание сделаем Если сжать все компоненты Ребернодосвязанности Как вот на том графе В такие большие шарики И нарисовать ребра между ними То получится дерево То есть граф без циклов Если сжать все Компоненты Ребернодосвязанности То получится граф без циклов То есть дерево Если у нас все изначально было связано Это почти очевидно Пусть не так То есть пусть появляется цикл Мы похоже делали Когда про конденсацию говорили Что если построить конденсацию графа То есть сжать компоненты Сильной связанности в ориентированном графе То у меня не появится циклов Ну точнее все циклы пропадут Также здесь пусть цикл какой-то остается Вот такая картинка пусть будет Ну тогда извините меня Можно построить вот такой вот большой цикл Между вершинами исходного графа А значит они все должны лежать В одной компоненте Ребернодосвязанности Потому что раз они лежат Вот на таком простом цикле То между ними Между любой парой из них Есть путь в обе стороны Ну то есть Есть два ребер неперескальчих пути Да, раз они лежат на простом цикле То между ними есть два ребер Неперескальчих пути Просто в одну сторону по циклу и в другую сторону по циклу вот так пройти. Поэтому на самом деле вот эти четыре круглячка надо было сжать в один. Вот эти вот штуки явно находятся, все вершины на этом цикле лежат в этом нашем отношении реберной двусвязанности, поэтому их надо было все сжать в одну большую компоненту. Противоречие, да, мы предположили, что каждый кружочек большой это отдельная компонент реберной двусвязанности. Как-то так. Так, давайте, наверное, мы рассмотрели реберную двусвязанность. Можно, на самом деле, аналогично определять вершину двусвязанности. Это когда у вас есть два вершины непересекающейся пути. То есть здесь мы брали реберную непересекаемость, и там могли быть общие вершинки, но можно вводить более сильные требования, когда вершин нет общих на путях. Тогда, соответственно, получается реберная, извините, вершинная двусвязанность. Вот, давайте, наверное, мы это делать не будем. Там все довольно похоже, только я просто картинку нарисую. Можно также ввести отношение вершины двусвязанности. Но оно, к сожалению, уже не будет отношением эквивалентности на вершинах. И опять-таки тот же самый наш пример с треугольником можно нарисовать, с двумя треугольниками точнее. Вот. Здесь есть такие два блока, два множества. Такие, что в них все как бы, ну, вершина двусвязана, но их нельзя объединить. Вот один треугольник, вот другой. Понятно, что если вы рассмотрите только один треугольник, да, вот этот, вот эти первые три вершины, то какую бы вы вершину не удалили, или, скажем, там, какое ребро вы бы не удалили, у вас все остается связанным. Ну, то есть, иными словами, у вас между любыми двумя вершинами есть два вершин неперескающихся пути. Скажем, между вот ними, между первой и второй, есть путь один-два просто, и есть путь через третью вершину. То есть, в каждом треугольнике все явно вершина двусвязана, но вот их объединить в большую компоненту двусвязанности не получится, потому что, ну, мы уже говорили, да, вот, например, отсюда из один в четыре нет двух вершин неперескающихся путей, потому что, ну, там, скажем, вот один, он обязательно проходит через эту вершину, и как бы другой ни строили, он тоже проходит через эту центральную. Ну, и это точка шленения, на самом деле. Понятное дело, что здесь не может быть все вершины двусвязаны, потому что есть точка шленения. Ну, и здесь возникает, на самом деле, вот это отношение, оно было бы отношениями эквивалентности на ребрах. То есть, если ввести, скажем, если сказать, что два ребра являются вершинно-двусвязанными, если между их концами есть два вершины неперескающихся пути, то есть не между вершинами, а между ребрами, то есть два ребра, можно как-то соединить двумя хорошими путями, ну, скажем, как-то так. Тогда они вот в этом отношении лежат. Ну, и тогда все действительно разобьется по компонентам вот этой вот вершины двусвязанности. Это, соответственно, вот первый треугольник, первые три ребра, и второй треугольник, вторые три ребра. То есть они пересекаются по вершинам, но по ребрам они будут дизъюнктны, по ребрам, собственно, это и будет разбиение на класс эквивалентности. Вот, ну и можно понять, как с помощью точек сширенения это делать. Давайте мы, наверное, оставим это вне обсуждения. Вот там в домашке будет задача немножко про вершинную двусвязанность, понять, да, что, ну, там, там было, что там отсутствие точек сширенения, это значит, что у вас все вершинно-двусвязано. Ну, вот, например, это означало бы, что у вас просто есть одна большая компонента вершинно-двусвязанности. Вот, давайте тогда не будем подробнее в это лезть. Ну, вот, можно аналогично разбить все на такие вот блоки, на кружочки, в каждом из которых все вершинно-двусвязано. Так, оставим на этом. Соответственно, подробнее не нужно будет. Хорошо. Давайте я попробую снять куртку, потому что, мне кажется, я уже достаточно погрелся. Вот, хорошо. Ну, все, давайте про эйлеровый цикл теперь поговорим. Значит, первое определение, которое мне нужно, это изолированная вершина. Пока что не связана никак с эйлеровостью. Вершина называется изолированной, если у нее просто нет никаких ребер. Ну, или там у нее степень ноль. Дегри равно нулю. Я, кажется, степень так и не определил до сих пор. Но степень — это число ребер, которые совершенно торчат. Вот, если граф неориентированный, то это просто там число ребер, таких, что вершина является одним из концов этого ребра. Если граф ориентированный, там появляется входящая степень и исходящая степень. Это, соответственно, количество ребер, которые начинаются в этом ребре, и, наоборот, которые заканчиваются. Ну, в общем, в любом случае, прям все степени должны быть нули. Прям вот вершина, которая ни с кем больше не связана. Так, определение. Значит, цикл называется эйлеровым. Если он посещает все ребра графа ровно по одному разу. Цикл называется эйлеровым. Если он посещает все ребра графа ровно по одному разу. Ну, пример давайте какой-нибудь нарисуем. Ну, что-нибудь такое нарисовал. Значит, мы сначала из одной вершины доходим до другой, потом здесь сделаем какую-то петлю. Ну, это не петля, да, какой-то цикл на самом деле. Просто там сколько-то ребер. Вот. И потом еще как-то можем вернуться в начало. И вот если больше никаких ребер в графе нету, то тогда это эйлеров цикл. Мы посетили все ребра ровно по одному разу и там вернулись туда же, откуда начали. Так, хорошо. Ну и вопрос, когда есть эйлеров цикл и когда он существует? Не, пардон. Когда он существует и как его найти? Наверное, вы знаете ответ же. Где-нибудь встречали? Понятно. Возможно, знаете. Так, ну что, теорема. Сейчас, секунду. Да, нет. Пусть же неориентированный граф, который становится связанным после удаления всех изолиновых вершин. Становящийся связанным после удаления всех изолированных вершин. Тогда в графе G есть эйлеров цикл, если и только если степени всех вершин четны. Да что такое? Степень всех вершин четны. То есть из каждой вершины торчит четное число ребер. Вот. Но тут на самом деле не обязательно было вот это условие про связанность без изолированных вершин выносить в начало. Можно было его внести вот сюда, но давайте в такой пословке докажем, нам этого хватит. Я это вынес, чтобы проиллюстрировать, что здесь скорее важно условие про четные степени. Да, вот это условие про связанность и отсутствие при удалении изолированных, оно более-менее очевидно из-за определения эйлеровости. То есть если у вас есть какой-то цикл, посещающий все ребра графа, то что значит? Ну у вас есть вот какая-то компонента, которая посещает все ребра. Ну то есть есть компонента, ребра, которые и образуют эйлеров цикл. Ну и возможно есть еще какие-то изолированные вершины, которые никак на эйлеровость не влияют. То есть граф связанный, если игнорировать изолированные. Ну потому что есть цикл, да, на всех вершинах. Поэтому давайте это вынесем в начало. В одну сторону очевидно, с лево-направо, это уж точно. Но если есть серверов цикл, то, конечно, степени всех совершенно четные, потому что мы просто там начали где-то и вот так вот идем. Каждый раз, когда мы зашли в вершину и вышли из нее, мы увеличили степень на 2, плюс 2, ну или там минус 2. Да, короче, каждый раз, когда мы проходим через вершинку, да, сквозь вершину, мы одно ребро использовали, когда в нее вошли, и одно использовали, когда вышли. Значит, мы использовали четное число ребер. Вот, потом еще куда-то вышли, еще здесь 2 ребра использовали. Ну и так далее, там как-то вот походим, еще в веб придем, опять четное число раз используем, потому что первое ребро было и последнее ребро, да, в сумме дают 2. Ну все, тут как бы даже доказа почти нечего, просто вы смотрите на цикл и понимаете, что степень каждой вершины в нем обязательно четная, потому что вошли и вышли. Вот. Что? Кроме изолированных. Ну смотрите, я спрашиваю, обязательно ли в этом графе все вершины цикла. Ну по-другому не получится, ну пусть у вас какой-то вот такой вот граф, я не знаю, сейчас, ну как, вот так или что? Ну тогда здесь не может быть олированного цикла. То есть если он посещает все ребра, то он посещает и все вершины, которые в принципе хоть какому-то ребру инцидентны. Поэтому единственные вершины, которые он может не посетить, это изолированные. Вот такой картинки не может быть, потому что вы не можете между компонентами там телепортироваться. Окей? Это хорошо. Так, в обратную сторону похитрее. И собственно здесь будет алгоритм. Мы напишем код, который строит элеров граф вот в этом предположении, что граф значение ориентированный, связанный при игнорировании изолированных и степень всех лишенчетных. Давайте пока я напишу псевдокод такой на словах. Ну да. Давайте не DFS я его назову, а типа эйлер, да, от слова, потому что мы ищем эйлеров цикл. Просто от вершинки V. Пока. Из V торчит хотя бы одно неиспользованное ребро, то есть не посещенное моим циклом. Из V есть хотя бы одно неиспользованное ребро. Мы делаем следующее. Мы говорим, что пусть это ребро ведет в вершинку U, пусть VU это ребро. Помечаем его использованным. Запускаемся рекурсивно от U. Так, вроде надо сделать print V, правда же? Print V. Конец. Да, видимо, не здесь надо написать. Вот так. Вот так. Вроде так должно быть, сейчас разберемся. Надеюсь. картинку давайте нарисуем. Такой цикл нашли. Вот такой вот здесь есть. Вот такой вот еще есть. Вот. И пусть это, скажем, стартовая вершинка, от которой мы… Ну, то есть в main мы просто запускаем эйлера из какой-нибудь вершины. В main мы запускаем эйлера от какой-то стартовой вершины S, от какой захотим. Потому что все равно у нас цикл, поэтому неважно от кого запускаться. Ну, вот пусть мы запустились от S. Что, по сути, делает наш вот этот рекурсивный алгоритм? Он находит какое-то неиспользованное ребро, помечает его использованным и переходит в конец этого ребра. И вот так идет, то есть он запустился эйлером от U, потом зашел в него, нашел еще какое-то ребро, перешел туда и так далее. То есть, скажем, в начале он может действовать как-то так. Переходит просто по ребрам, ничего не печатая. Вот так переходит, 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 переходит. Потом дошел до сюда. Просто, скажем, из всего вот этого множества ребер, выбрал пойти сюда, зашел до S. Ага. Теперь мы понимаем, что все ребра из S мы на самом деле уже использовали. То есть, если V равно S, из этой вершинки нет ни одного неиспользованного ребра. Поэтому в этот вайл мы даже не зайдем, мы просто напечатаем S. В итоге в начале сам будет напечатано S. Дальше рекурти откатится на шаг назад, потому что мы отсюда пришли сюда, отработали. Здесь вайл ничего не сделал, просто напечаталось S. Вернемся сюда, в рекурсии, назад. Теперь отсюда у меня есть опять неиспользованные ребра. Вот они, да? Ну и скажем, как-нибудь мы пойдем по этому циклу. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну и здесь, например, также спустимся вот сюда. Тогда эта вершина, скажем, X, теперь уже опять-таки не имеет неиспользованных ребер, которые из нее торчат. Значит, она напечатается, и рекурсия откатится на шаг назад вот сюда. Потом здесь этот цикл пройдется, напечатается вершина Y. Давайте я тоже нарисую здесь какую-нибудь ориентацию. Вот так вот. Значит, мы стоим в Y, есть непосредственные ребра, мы идем по ним вот так по цепочке. В итоге дошли опять до Y. Из Y нет никаких исходящих, поэтому печатаем Y. И откатываемся обратно по рекурсии. Но это значит, что мы просто вот этот цикл на самом деле напишем в обратном порядке. То есть, если мы начали в Y и прошли цикл вот так вот по часовой, дошли до Y, то теперь из Y нет исходящих ребер, мы печатаем Y и потом раскручиваем цикл обратно против часовой стрелки. Ну и вот так напишем там, не знаю, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Затем мы вернулись опять в Y. То есть, мы из X нашли Y, там как-то запустились, опять нашли Y, но из него уже не было исходящих ребер. Напечатали его, рекурсия развернулась, вернулась опять в Y. То есть, Y мы посещаем много раз. Да, у нас нет никаких здесь юздов, которые говорят, что вершины не посещаются много раз. Вернулись опять в Y. Теперь раскручивается вот эта рекурсия. Мы пойдем вот по этому циклу в обратную сторону. Не знаю, там 4, 5, 6. 4, 5, 6. Потом вернулись в X. А, ну да, здесь, сори, здесь еще где-то, здесь еще Y располагается, потому что мы вернулись до Y, и из Y нет неиспользованных ребер, поэтому мы его печатаем. Значит, потом 4, 5, 6, потом до X дошли, опять из X нет ребер. И, наконец, последний цикл тоже раскрутится и напишется в порядке там 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. И в конце S, потому что опять наш последний цикл тоже до S раскрутится. Вот будет такой цикл напечатан. Ну и понятно, что мы действительно как бы… Ну, окей. При вот такой процедуре работы нашего алгоритма мы действительно печатаем эйлеров цикл, то есть выпустили все ребра ровно по одному разу. И, по сути, у меня картинка вот такая. Значит, мы из S пошли в X, потом в Y, обошли этот цикл, обошли этот цикл, вернулись в X, и, да, обошли этот цикл, вернулись в S. Значит, это иллюстрация работы того алгоритма. Как это работает в общем случае? Ну, вот примерно так же. Потому что, вот скажем, пусть мы запустились изначально эйлером от S. Что мы делаем? Мы просто как-то ходим из S. Пока, ну, точнее, первая вершина, которая будет напечатана, да, вот принт, от которой вызовется, которая будет напечатана, это та вершина, из которой больше нет неиспользованных ребер. Я оттяжаю, что это обязательно S. Потому что мы вот так ходим, да, и либо мы посещаем какую-то вершину, где уже были, ну, либо какие-то новые посещаем. Тогда каждый раз, когда я, значит, вхожу в какую-то вершину, я меняю ее степень. Значит, я вошел, у нее стала степень нечетно, поэтому могу выйти. Потом, да, теперь у нее степень на 2 уменьшилась. Как-то там походил, вошел сюда опять, стала степень нечетно, значит, есть еще куда уменьшаться, да, хотя бы 1 степень, раз нечетно. Значит, можно выйти. И так далее, и так далее. То есть если я вышел из S, если запустил Ailer от S, то впервые напечатается обязательно S. Потому что если я куда-то зашел, то я смогу выйти, если только не S. Потому что в S изначально степень, ну, я ее уменьшил до нечетной, и когда я в него вхожу, степень становится четной и может стать нулем. А в всех остальных, когда я захожу, степень уменьшается с четной до нечетной, значит, я могу выйти. Поэтому первое, что я напечатаю, это всегда будет S. Вначале будет S. Ну, а дальше просто рекурсия разворачивается якобы. Сейчас, секунду. Ну да, я уже поиспользовал все ребра из S, раз я ее напечатал, значит, я все ребра уже поиспользовал из нее. Поэтому моя рекурсия откатится в какую-то другую вершину. И теперь в этом графе опять все степени всех вершин четны. Потому что у S я вообще все исчерпал на стал нулевой, а у всех остальных уменьшилось на 2K. Для кого-то K. Вот у этой вершины там на 4, у этой на 2 и так далее. Значит, когда я откатываюсь в рекурсе, я стою в вершине, у которой использована теперь нечетная... Ну нет, сейчас. Либо... Ну да, у нее степень тоже четна, оставшаяся степень четна. И значит, если я попытаюсь куда-то пойти, то я делаю у нее степень нечетной и опять вернусь обязательно только в нее. Как-то так. Очень плохо было, я понял. Но давайте еще раз повторю кратко. Значит, мораль такая. Пусть у меня все степени всех вершин четны изначально. Я запускаюсь эйлером из какой-то вершины. Тогда первый момент времени, когда я найду вершину, из которой нет неиспользованных ребер, то есть когда я вызову принт от какой-то вершины, это обязательно та вершина, откуда я начал. Потому что если я откуда-то начал, сделал один шаг, у нее стала степень нечетна, а у всех вершин, когда я вхожу, у нее стала степень тоже нечетна, но значит, я могу из нее выйти, потому что у нее степень была четная, стала нечетна, хотя бы один осталось, я могу выйти. И так далее. Я хожу, 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 пока не даю досюда. И здесь степень, наоборот, уменьшится с нечетной до четной. Вот это начало пути, оно такое исключительное. Все остальные одинаковые. У них степень может стать нечетной, и потом мы можем выйти. А у этой может стать только четной, и, соответственно, мы можем здесь кончиться. Но, значит, мы как-то обошли так граф, что S — это первая вершина без неиспользованных ребер, значит, мы ее печатаем, потом откатываемся в рекурсии назад и запускаемся, по сути, тем же самым алгоритмом от предыдущей вершины. Потому что мы сейчас посетили какие-то ребра, они как-то у нас там потом напечатаются, и степени всех вершин четны. Но, значит, если я отсюда нахожу какое-то исходящее ребро, то впервые, когда я напечатаю какую-то вершину, это будет вот ровно она. Значит, я на самом деле просто раскручиваю мою рекурсию в обратном порядке. То есть если я вот шел по этому циклу как-то вот так вот, то теперь я буду, наоборот, идти вот так, в обратную сторону все циклы мои раскручивать. Ну вот как-то на пальцах так-то доказывается, наверное, более строго не надо. Ну, в смысле, не надо будет рассказывать. Ну и понятно, что мы пустим все ребра, потому что, по сути, мы просто DFS пустили. Ну, в каком-то смысле, да. Мы просто взяли какое-то неиспользованное ребро и пошли по нему. Но если так оказалось, что ни из одной вершины нет ни одного неиспользованного ребра, то есть все ребра использованы, значит, мы пустили, в принципе, все, что могли, в частности, все ребра. Поэтому, когда этот алгоритм кончится, то он заведомо пустит все ребра и, значит, найдет Эллеров цикл. Так, хорошо. Вот, то есть вот всегда вот в этих алгоритмах очень мало кода, но говорить почему-то мне много приходится. Как-то здесь доказательства не очень приятные все. Давайте пару слов про то, как это реализовать, да, то есть что такое брать первое неиспользованное ребро. Ну, я это обычно делаю так. То есть если у меня граф неориентированный, я заведу какой-нибудь там список всех ребер. Я заведу struct edge, структура ребро, в котором будет просто две вершинки from и to. Откуда-куда? Откуда-куда? И заведу общий список ребер, общий вектор ребер, вектор edge, edges. И в нем буду действовать так. В этот вектор, то есть я на самом деле каждое неориентированное ребро преобразую в два ориентированных. Вот такое и обратное. И они будут в этом векторе у меня лежать рядышком. Ну, мне же нужно, чтобы в обеих этих вершинках я смог к этому ребру получить доступ. Ну, вот удобнее всего это ребро раздвоить и считать его как бы, что есть такое ребро, а есть обратное. Собственно, в обычном неориентированном DFS мы делаем так же. Мы одно ребро UV добавляем и к вершине U, то есть ребро из UV, и к вершине V, то есть ребро из VV. Здесь делаем так же, только будем считать, что они здесь лежат рядышком. То есть, скажем, edges ноликого и edges первое, давайте даже не так, edges 2K и edges 2K плюс первое. Это, ну, вот две половинки одного и того же ребра. Две половинки одного неориентированного ребра. Так. Прелесть в том, что если у вас есть, ну, понятно, что, короче, прелесть, ладно, есть. То есть, смотрите, у вас ребра 0,1 сгруппированы, да, это как бы, ну, две половинки одного ребра. 2, 3, 4, 5, ну и так далее. То есть, они вот так лежат по парам. И тогда, смотрите, если у вас есть ребро номер E, то симметричное к нему, ну, точнее, обратное к нему, это всегда EXUR1. Вам не нужно перебирать четность, то есть, ну, здесь как можно было бы сказать? Если E четно, надо прибавить 1, если нечетно, то надо вычесть 1. Вот, но на самом деле достаточно просто взять EXUR1, потому что вы, по сути, инвертируете состояние последнего бита. Да, если бит был четный, то надо его выставить, то есть, увеличить на 1. Если он был выставлен, то надо его убрать и, ну, соответственно, получить на 1 число поменьше. То есть, если у вас есть ребро номер E, то симметричное, обратное к нему, это просто EXUR1. Вот, хорошо. Продолжаем. Ну, это нужно, затем, чтобы мне нужно, короче, мне же нужно пометить одно ребро, используемое как бы в обе стороны. То есть, я прошел от У до В. Но это значит, что я не просто ребро от У до В использовал, но это В до У, потому что у меня граф неориентирован, и этот ребро больше не надо использовать. Тогда я буду писать used не только от E равно true, но и от EXUR1. То есть, если какое-то ребро использовалось, то и обратное к нему тоже использовалось, и больше его отрогать не надо. То есть, будет вектор булов used. Это вот, там будет храниться пометка использованности ребра, использовано ребро или нет. Давайте напишем used от У, used от Е, использовано ли ребро. текс. Хорошо. Дальше. Давайте еще введем массив пойнтеров, который как бы говорит, указывает нам на номер первого исходящего из вершины ребра, которое еще не просмотрено. То есть, он идет в паре вот с этим вот обычным нашим вектором векторов, G, вектор, вектор, инт, G. И ПТР для каждой вершины, ПТР от V, будет как бы показывать на первое ребро в этом списке для вершины V, которое еще мы не посмотрели. И вот здесь вот, когда мне нужно взять первое неиспользованное ребро, я по сути просто буду смотреть на ПТР от V. Это вот то самое ребро, которое у меня еще не просмотрено. Окей? Тогда я сделаю так. Значит, как вот этот цикл тогда переписывается? While ПТР от V не равно GVT.size. То есть, пока, в принципе, есть еще какие-то непросмотренные ребра из этой вершины. Мы проверяем, что это ребро, в принципе, хорошее. Скажем, инт E равно, не так, GVPTRV. Да, здесь меняется, здесь меняется на самом деле массив G. В G мы будем хранить не соседей, а номера исходящих ребер. То есть, вот G от V это список номеров ребер вот этой вот нумерации страны. То есть, такой вот раздвоенной нумерации. Давайте подпишем, что G от V это список номеров ребер. Вот, значит, взяли это ребро. То есть, из этого цикла посмотрели на ребро вот с таким вот номером. Из этого списка смотрим на ребро с таким номером. ПТР от V. Если оно использовано, то нужно его заигнорить, увеличить ПТР и вернуться в этот цикл. Если used от E, то есть, ну, это ребро, на самом деле, когда-то было просмотрено и когда-то уже было использовано. Тогда мне нужно сделать плюс-плюс ПТР от V. Ну, и скажем, continue. То есть, нужно вернуться обратно в вайл. Ну, а иначе, давайте уж сюда тогда перейдем. Иначе мы, собственно, нашли то самое ребро, и нам нужно по нему пройтись и не забыть его пометить использованным. Значит, else тут не нужен, потому что там continue написан. Возьмем V. Пардон, U. Это конец этого ребра. EJIS, E.tu. Куда это ребро ведет? Пометим ребро E использованным в обе стороны. USTAT E равно USTAT E к 41. Равно true. Ну и L-Rat.u. Победа. Вот, значит, ПТР-ы позволяют мне находить первое неиспользованное ребро. Просто, ну, это какой-то указатель на первое ребро, которое я не рассматривал. Если оно уже отмечено посещенным, если оно UST, тогда просто увеличиваем, пытаемся заново. Иначе мы нашли первое неиспользованное и фигачим по нему. Помечаем его использованием, запускаемся рекурсивно от конца этого ребра. Вот, и отсюда уже понятно, что асимптотика будет линейная. N плюс M. Ну, потому что там суммарно все ваши поинтеры, все ваши указатели сдвигаются там 2M раз. Потому что для каждой вершины вы этот поинтер только увеличиваете... Да, надо не забыть. Вот здесь вот. Sorry, опять забыл. Конечно, важно сдвинуть этот указатель. Важно ли? А, на самом деле даже не важно. Потому что все равно мы же его пометили использованным. Ну, не важно. Давайте на всякий случай напишем, чтобы потом лишний раз этого не проверять. То есть мы знаем, что это ребро использованное. Давайте мы сдвинем указатель на один, потому что больше оно нам точно неинтересно. Ну, и запустим перекурсивно от. Можно, видимо, этого было не делать, потому что все равно мы бы его потом пропустили, когда надо. Ну, да. Вот. Ну, асимптотика такая, потому что каждая ваша итерация цикла у вас либо поинтер увеличивает на один, либо запускается рекурсивно, то есть использует какое-то ребро, помечает ребро использованным. Ну, и суммарно все ваши указатели двигаются там 2m раз, потому что 2m – это сумма степеней всех вершин. И все ребра помечаются использованы, ну, там, m раз, да, потому что каждый ребро сразу отметилось, обе половинки отметились использованными. Вот. Ну, n там откуда-нибудь, просто от того, что мы храним вот такой вектор, такого размера, например. Вот и все. Нормально? Окей. Так, 10 минут осталось. Давайте тогда про пути поговорим, про ориентированный случай и про покрытие циклами, если успеем. Значит, ну, простое следствие. Значит, я вот так в вольной, вольной манере напишу, чтобы долго не писать. Значит, в неурографии G есть эйлера в путь. Эйлера в путь. Если и только если. В G степени всех вершинчетных, кроме, возможно, двух. степени всех, в скобочках, кроме, возможно, двух. Кроме, может быть, двух вершин. Четно. Вот. Ну, соответственно, эйлера в путь – это как цикл, только путь. Главное, что он посещает все ребра. Где-то начали, обошли все ребра, где-то закончили. Не обязательно там же, где начали. Вот. Но здесь я подразумеваю, что граф хороший, там, связанный, да, связанный при учете игнорирования изолированных вершин. Вот так. Ну, это почти очевидно, потому что, если у вас есть эйлера в путь, то как он выглядит? Ну, он где-то начался, как-то походил, где-то закончился. Соответственно, все вот эти вот промежуточные вершины, у них степень четна, потому что мы зашли-вышли, зашли-вышли в нее и так далее. А вот эта вот начальная и стартовая, у них степень нечетна, потому что, ну, из нее мы вышли на один раз больше, чем зашли. Если не различен, да, если начало не равно к концу, и это реально путь, а не цикл, то тогда у них степени нечетные. А у всех остальных четные. В обратную сторону, значит, если у меня всего две вершины с нечетной степенью, если всего две вершины с нечетной степенью, скажем, S и T, то я могу искусственно добавить ребро между ними, и таким образом у меня все вершины опять стали четными. В четной степени, да, то есть раньше была куча четных степеней и две нечетные. Когда добавление одного такого ребра сделает все степени четными, степени фэшн четные, а значит в этом графе есть теоретический цикл. Ну и просто из этого цикла я удаляю последнее ребро, искусственное ребро ST, и остается путь. Потому что если был какой-то цикл, вот такой вот, использующий ребро ST, то я просто его удаляю, и получается путь из S в T. Победа. Добавление одного такого ребра свело мою задачу к предыдущей. Так, ну и в ориентированном случае давайте тоже сформулируем. Давайте для цикла только. Для пути будет аналогично. Значит, пусть G сильно связанный ориентированный граф, если из него выкинуть изверенную вершину. сильно связанный орграф, ну там, я напишу так, плюс изолированные вершины. То есть есть какая-то одна компонента сильно связанная, и еще сколько изолированных. Тогда в G есть тренировав цикл. если только если входящая степень каждой вершины равна исходящей. Напишу так, для любой V in degree для V равно out degree для V, ну где in degree это количество входящих ребер, а out degree это количество исходящих ребер. Если для любой вершины степень входа и выхода одинаковые, то тогда есть есть цикл. Вот, ну доказательство не отличается от, ну то есть доказательство в простую сторону слева направо очевидно, просто если есть цикл, то он входит в каждую вершину столько же раз, сколько выходит. Поэтому степень гарантированно одинаковая, вот эти вот, да, две степени у каждой вершины одинаковые. Вот, ну а в обратную сторону, чтобы показать, что если граф такой, то есть если граф цикл, надо применить тот же самый алгоритм и понять, что ну как бы то же самое, в общем, тот же самый алгоритм будет работать. То есть даже код переписывать не нужно. Если вы где-то начали, то у этой вершинки возник какой-то дисбаланс, то есть, скажем, ну вот вы начали в V, тогда у нее и прошли по какому-то ребру. Тогда у нее входящих больше, чем исходящих на одно. А если вы где-то там стоите, где-то посередине пути, то обязательно можете продолжиться, потому что вы, наоборот, отняли одно входящее, и значит, исходящее точно есть. Значит, вы так будете петлять, 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 пока V не дойдете. Значит, опять V — это первое выведенное, ну и там разворот рекурсии даст вам, даст вам лидеров цикл в правильном порядке. вот. Здесь все аналогично. Ну и такое замечание простое. Это уже будет как бы не эйзеров цикл, а скорее покрытие циклами. Значит, если в графе все степени четные, давайте вернемся к неориентированному графу, все степени четные, но он не обязательно связанный, тогда, ну, эйзеров цикл, конечно, может не существовать, вот в таком вот случае, например, просто у вас есть две какие-нибудь вот такие компоненты, квадратный треугольник. Понятно, что нет цикла, который бы все ребра посещал. Но, тем не менее, можно разбить все на компонент связанности, в каждый компонент запустить такой алгоритм, и мы найдем покрытие всех ребер циклами. То есть, на самом деле, если степени всех вышенчетные, давайте напишем, что это неор случай, неориентированный случай, если степени всех вышенчетные, а граф не обязательно связен, то все равно есть покрытие всех ребер циклами. Ну, потому что мы разбили на компоненты связанности, в каждой компоненте по-прежнему все вершины имеют четную степень, значит, можно там выделить эйзеров цикла внутри каждой компоненты. Ну, и, соответственно, внутри каждой компоненты взяли цикл, тут цикл, тут цикл и так далее, их объединение покрывает как раз-таки все ребра ровно по одному разу. то существует покрытие ребер циклами. Покрытие ребер циклами. Ну, то есть можно так выбрать несколько циклов, что они не имеют общих ребер, то есть попарно не пересекаются, попарно, ну, реберно, реберно не пересекаются, и при этом покрывают все ребра. Вот, то есть достаточно условия наличия такого покрытия, это четность степней всех вершин, а, ну, видимо, ну, видимо, необходимая, потому что... Ну, что я хотел сказать тогда? Ну, видимо, необходимая, конечно, потому что если у вас есть какое-то покрытие всех ребер, что-нибудь такое у вас есть, тогда каждый цикл меняет степень только на четную величину, да, потому что каждая вершина участвует... Ну, каждая вершина в каждом цикле инцидентно четным число ребер. То есть если покрытие циклами и есть, то оно обязательно... то граф обязательно имеет четную степень всех вершин. Вот, то есть в обратную сторону тоже верно, что если покрытие есть, покрытие циклами всех ребер, то степень всех вершин четная. Вот, ну, на этом все тогда, спасибо. Спасибо.